Гран-при музыкального фестиваля в городе Свидница и три награды высшей пробы привезли в город ребята из струнного ансамбля «Сюрприз» музыкальной школы номер 7. Коллектив из Иваново покорил польскую аудиторию. Два дня выступали. Первый день мы играли две композиции «Лебедя» и «Пара-бара-бара». А во второй день выступали мы играли «Скрипача», «Танцующего скрипача» и «Дорога на Читаногу». Ансамблю уже 10 лет, рассказывает Галина Малькова. Состав обновляется. Некоторым ребятам нет и 14, но большую часть жизни они посвятили скрипке. В Москве мы частенько бываем, выступаем. В Костроме, в близлежащих, скажем так, регионах. То есть это одна наша сторона – концертная деятельность. А вторая, значит, часть нашей жизни – это конкурсная жизнь. И мы стараемся, в общем-то, принимать активное в ней участие. Почему? Потому что это возможность расти, получать какие-то новые впечатления. У Галины Мальковой своя педагогическая манера. На сцену она выходит вместе с воспитанниками, помогает и сама играет роль первой скрипки. Участники ансамбля любят классический репертуар. Также им прекрасно удается исполнять джаз. Скрипка считается самым сложным музыкальным инструментом, потому что, например, если вы играете на фортепиано, то уже есть клавиши определенной ноты, а на скрипке надо на слух, получается. Каждый палец знает свое место, чтобы была чистая нота. Мы занимаемся в классе и играем ансамблем. Вообще, репетиции проходят очень сосредоточенно, и Галина Геннадьевна нами руководит, показывает нам, как нужно, как правильно, как будет лучше. Мы пытаемся. Скрипачи занимаются дважды в неделю здесь и каждый вечер дома. К сожалению, условия в музыкальной школе стесненные. Кабинеты маленькие, да и те приходится делить с общей образовательной школой номер 36. Руководство мечтает о собственной школе искусств. Нам бы хотелось хороших, просторных, современных классов, хорошего концертного зала, хорошая акустика, где могли проводить концерты, конкурсы. И я как директор, и родители, и родительский комитет не раз обращались в администрацию города, чтобы они как-то решали эти вопросы. А вопрос финансирования школы искусств обойдется городу в 300 миллионов рублей. Власти обещали заняться строительством несколько лет назад, но пока дело не идет. Ребята из струнного ансамбля надеются, что слава, заслуженная ими, привлечет внимание общественности к их главной проблеме, и школа искусств будет построена.